Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити и задают мне иногда вопросы Виктор Николаевич, как у вас дело обстоит с психокоррекционными реабилитационно-оздоровительными мероприятиями? Да, действительно такую деятельность, работу мы проводили несколько лет, по разным причинам она была не то что свернута, но перестала быть актуальной для нас в силу занятости какими-то другими вещами. Но года 2-3 мы вплотную с этим сталкивались и работали. О чем идет речь? Самое главное, что вы сейчас видите, это слайд powerpoint. Я хотел бы показать вам всего лишь из этого слайда, подчеркнуть только одно слово. Обратите внимание на слово актуализация борьбы человека за свое здоровье. Самое главное, это актуализация. Что делает врач-психиатр с субспециальностью психотерапия? Вот есть психиатр, он молодой человек, медик, он начал специализироваться по психиатрии, прошел интернатуру, затем начал работать где-то в отделении и соответственно у него возникла потребность. Он всегда об этом мечтал, заниматься психотерапией со своими больными. Дай бог, чтобы это у него получилось в силу особенностей психиатрии в нашей стране, которая сейчас хоспис, а не психиатрия. Одним словом, он лечит. Он лечит пациента своими знаниями психотерапевта прежде всего. Ну и конечно применяет какие-то медикаментозные средства прежде всего. То есть что первично, что вторично трудно сказать, но по всей видимости все-таки лекарства для нашей психиатрии отечественной первичны, а психотерапия вторична. Но тем не менее у каждого по-разному складывается эта судьба у врача психиатра-субспециальностью психотерапия. Получает он переподготовку, где-то учится на повышение курсов и ему дописывают, что он не только психиатр, но и психотерапевт. Замечательно. А как дело обстоит у психологов, психофизиологов? А вот если психиатр, он, психотерапевт, он лечит, то психолог, надо четко это понимать, он актуализирует борьбу человека за свое здоровье. Не читайте перед обедом советских газет, говорит профессор Преображенский доктору Бурменталю. По той причине, ну там он ему возражает, а какие же читать, других-то нет. Вот никакие не читайте. Другими словами, профессор Преображенский провел реабилитационно-оздоровительное мероприятие с доктором. Он объяснил ему, что чтение советских газет ухудшает состояние, ну очень красивая фраза, можно это пересмотреть в фильме. Ухудшает состояние здоровья, приводит к снижению аппетита, ухудшению сна и так далее. Не читайте перед обедом советских газет у Булгакова в собачьем сердце. Чистая фраза, чистая актуализация человека бороться за свое здоровье. Не читайте газеты, у вас не будет сниженного или нарушенного там артериального давления. Сон будет нормальный, значит желудок будет нормально функционировать, никаких проблем у вас не будет. То есть вот эта актуализация является краеугольным словом. Если врач-психиатр-психотерпевт лечит, то психолог в любой ипостаси, будь то любого направления, там психодинамического, я не знаю, там гештальтерапии, что угодно, он должен всегда понимать. Он не врач, он не лечит, он актуализирует борьбу, то есть другими словами, любому психологу задаешь вопрос, а чем отличается психотерапия от психокоррекции? И ответ простой, двумя словами, врач лечит, а психолог актуализирует борьбу человека за свое здоровье. Это фундаментальное кардинальное различие между психиатрами и психологами. Вот таким вот образом я хотел вам рассказать о том, что мы делаем в своем направлении, в одном из своих направлений, а именно в психокоррекционной работе. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам. Благодарю вас за внимание и удачи вам.